В Твери полным ходом идет кампания по ремонту городских дорог. На минувших выходных в активную фазу вступили работы на Петербургском шоссе. Вместе с тем продолжается реконструкция Крупского моста. Несмотря на удаленность двух объектов друг от друга, кое-что общее между ними все-таки есть. На обоих участках в связи с проводимыми работами серьезные трудности испытывают тверские автовладельцы, которые подолгу простаивают в пробках. Наш телеканал обратился в городскую администрацию с целью выяснить сроки окончания ремонтов, а также узнать подробную информацию о ходе работ в целом. Работы по ремонту асфальтового покрытия на Петербургском шоссе начались вечером в пятницу 17 июля. На участке от Ленинградской заставы до роддома номер 5 сотрудники компании-подрядчика начали снимать старое полотно и готовить площадку к укладке нового. Отметим, что Петербургское шоссе и раньше являлось одной из самых загруженных тверских магистралей. В утренние и вечерние часы пик водители проводили в пробках на Ленинградке немало времени. Нынешний ремонт доставил автовладельцам еще больше неудобств. Уже минут 20, наверное, стою. И с заставы очень долго. Стоим, да. Но, в принципе, я это понимаю. Зато потом будем ездить хорошо. С другого города приехал. В принципе, там бывают пробки и посерьезнее. Так, не глобально. Более-менее нормально. Тоска, тоска. Тоска, ничего не скажешь. По ошибке поехал здесь, задумался. Так по окружному я хотел ехать. Уже 20 минут от заставы еду. Машины сейчас в один ряд стоят. И очень тяжело. Мне к определенному времени на вагонной заводе я вот уже стою, нервничаю. Справедливости ради отметим. О начале работ на Петербургском шоссе было известно заранее. А потому застрявшие утром в понедельник в пробке водителей в какой-то мере в своих опозданиях могут винить лишь сами себя. Впрочем, у тверских автовладельцев достаточно времени, дабы научиться на своих же ошибках. Как сообщили в городской администрации, работы в районе Лен-Заставы продлятся как минимум до конца лета. И затронут в том числе путепровод через Октябрьскую железную дорогу в створе Петербургского шоссе. А потому на ближайшие недели владельцам личных автомобилей стоит заранее планировать маршрут исследования и закладывать дополнительное время на передвижение по городу. То же самое советуют и в администрации Твери. В совместно с госавтоинспектором разработан график проведения работ, где предусмотрена непосредственно возможность передвижения граждан, жителей города Твери по тем или иным улицам, так называемым дублером, скажем так. То есть мы стараемся одновременно на двух параллельных улицах не проводить дорожные работы. Следует только обратиться к населению с просьбой потерпеть. В ближайшие полтора-два месяца все эти работы будут завершены и мы сможем пользоваться уже современными безопасными дорогами. Еще один объект дорожной инфраструктуры города, где на сегодняшний день также идут работы – Бурашевский путепровод. Как заявляют в городской администрации, сроки открытия автомобильного движения по путепроводу сдвигаются. Это обусловлено неблагоприятными погодными условиями. В настоящий момент с учетом двух недель дождей, в период которых подрядная организация не смогла выполнить необходимые технологические работы, в частности, соливка бетонного основания, который укладывается под асфальтобетонное покрытие. Соответственно, в связи с этим, ориентировочно до 10 августа, мы сдвигаем возможность начала движения по правой стороне мостового сооружения. Как рассказали в городской администрации, на подходах к путепроводу со стороны зеленого проезда сейчас осуществляется установка бордюрного камня, заказаны световые опоры. Также предусмотрена замена асфальтового покрытия непосредственно под мостовым сооружением по улице Коминтерна, обустройство двух прилегающих территорий справа и слева от моста. Аналогичные работы запланированы со стороны Бурашевского шоссе. Объект будет вводиться поэтапно. Сначала возобновится автомобильное движение, а затем полностью должен быть отремонтирован не только путепровод, но и тротуары, склонные и подъезды к нему.